Добрый день, коллеги! Избережать публичное выступление невозможно. Другое дело, что это публичное выступление у нас с вами происходит в совершенно разных формах, с разными, как сказать, слушателями. И объем этого публичного выступления может быть очень разным. Поэтому, конечно, мы сегодня поговорим о рекомендациях, которые подходят, в принципе, к любому публичному выступлению. И можно их применить при подготовке к любому публичному выступлению. Итак, мы с вами вступаем, так сказать, в сферу риторики. И, конечно, основу риторики выложили древние. И вот в городе 2000 лет назад слышен грек сказал, что слово есть великий властелин, который, обладая весьма малым и совершенно незаметным силом, решает чудеснейшие дела. Сила убеждения, которая присуща слову, душу формирует, как хочет. Это и удача большая, поскольку слово наш с вами инструмент, инструмент педагогического работника. И, конечно, это большая ответственность, потому что то, что происходит сейчас в образовательном пространстве, как школы, так и вузы, это, в общем, наша с вами боль, да, потому что, с одной стороны, на одном конце этой диагоги наши с вами слушатели, ученики, студенты, которые, к сожалению, не всегда умеют говорить, не всегда хотят говорить, и очень многое часто боятся говорить, а на другой стороне этой диагоги, это мы с вами, у которых точно такой же страх перед публичным выступлением. Тоже есть проблемы с коммуникацией у многих из нас. Конечно, есть люди, которым дано Богом, да, они умеют говорить, они хорошо говорят, их слушают. Есть такая категория талантов, но есть люди, которые, собственно, не обладают таким талантом. И таких по исследованиям, например, Воронежского государственного университета, практически две трети. Две трети, представьте себе, только вдумайтесь, две трети учителей испытывают стресс, испытывают напряжение при публичном выступлении, неважно, какое публичное выступление, это родители, это ученики, и они не владеют достаточной степени языком, не владеют нормами языка, не владеют вот этими риторическими умениями, которые позволили бы им хорошо говорить. Ну и мы с вами давайте попробуем посмотреть, что же нам может в этом помочь, какие рекомендации, какие моменты, да. Конечно, поскольку мы с вами педагоги, есть специальный раздел риторики, он так и называется, педагогический риторик. В некоторых педагогических вузах этот предмет включен в учебный план. Теория и практика, что такое педагогическая риторика? Это теория и практика инфекционного речевого общения в сфере образования и воспитания подрастающего поколения. То есть есть общая риторика, но есть частные риторики, профессиональные, есть юридические риторики, есть у нас с вами педагогическая риторика. Чем отличается? Ну только тем, что у нас несколько отличающийся круг общения, да, чем, скажем, у юристов или у медиков. Это у нас, конечно, направление общения. Их несколько этих линий, которые мы с вами должны обеспечить. Это прежде всего ситуация урока, да, коммуникативная ситуация урока, где мы общаемся с нашими учениками, студентами, слушателями, неважно, всеми, кого мы обучаем. Учитель, ученик. На этой ситуации я остановлюсь чуть-чуть подробнее, потому что в советской школе, к которой мы, конечно, будем обращаться, и опыт которой забывать ни в коем случае нельзя, да, были детско-родительские отношения, и педагог выступал как старший наставник, фактически принимая на себя роль мудрого родителя. В современной школе эта ситуация тем не изменилась. И общее состояние, скажем, да, системы образования такового, ну, общество в целом, что авторитет учителя, он, ну, существенно подорван, скажем так, существенно подорван, и задача каждого конкретного учителя выстроить свою конкретную парадизм общения с учениками. Вторая линия – это учитель и руководитель. Безусловно, мы с вами все общаемся с нашим руководством, неважно, какое это руководство, будет это директор школы, директор школы общается со своим руководством, и это тоже нужно правильно выстраивать, эту линию общения. Существенная третья линия – это учитель, родители. Очень трудно общаться, очень много проблем в общении с родителями возникает, да, и учитель общается как лично с родителями, так и в рамках ситуации родительского собрания, например, да. То есть тут тоже надо понимать специфику аудитории. Конечно, линия учитель и коллеги – это тоже такой момент, который обеспечивает нам с вами комфортное пребывание в педагогическом коллективе. Главный принцип любого общения и современной риторики в целом – это организация гармонизирующего общения. Что это такое? Ну, проще говоря, каждый из участников общения должен получать в результате удовольствие от процесса общения, как максимум, а как минимум не испытывать, не получать ущерба в результате вот этого процесса, этой процедуры общения. То есть одна из задач – это минимизация речевой агрессии в нашем с вами поведении. И нейтрализация речевой агрессии со стороны участников общения. Потому что любая речевая агрессия в основе свою имеет задачу и намерение нанести вред участников общения. Неважно какой – моральный, там, инфункционный вред, но нанести вред. И основные качества речи, не только педагога, любого наступающего – это целесообразность и эффективность. Одно из главных качеств – целесообразность. Как говорили древние, кораблю, который не знает, куда пыть, никакой ветер не будет попутным. Поэтому если у нас не справятся цели общения, то и наше общение не будет ни интересно, ни нам, ни нашим слушателям. Эффективность общения. Эффективность – это результативность. К чему должно привести общение, когда мы выходим с вами? Входим в кабинет, входим в клад, выходим на сцену, на публику. Мы должны понимать, к чему, собственно говоря, мы стремимся, к чему мы хотим достичь. И результат какой должен получиться? Это наша с вами профессиональная компетенция. Владеть вот такой речью, целесообразной и эффективной – это профессиональная компетенция педагога. Смотрим наш профстандарт. Вы знаете, что мы с вами твердем профессиональный стандарт педагога. И этот профессиональный стандарт рассказывает нам с вами, что мы должны уметь, хотеть, владеть, знать, какие трудовые культуры выполнять. Ну, согласно этому профстандарту, вы, конечно, должны очень много чего знать, знаете, да, очень много чего уметь. Но вот эти вот, посмотрите, пожалуйста, умения, они так называются в профстандарте. Необходимы умения педагога. Я тут привела только несколько, да, не все, естественно. В которых, на мой взгляд, ну уж совсем прямо написано, что в основе наших с вами трудовых функций лежат вот эти самые коммуникативные компетенции. Умение общаться с детьми, а дальше посмотреть эти все-таки, признавать их достоинства, понимая и принимая их, да, находить ценностный аспект учебного знания и информации, обеспечивать его понимание. А как нам нужно обеспечить понимание, если мы не объясним? Должны, должны, переживания обучающиеся, сотрудничать с другими педагогическими работниками в решении учебного знания, а как сотрудничать, не разговаривать, не общаться, невозможно. Управлять учебными группами в цели вовлечения обучающихся в процесс обучения и мотивировать их учебных познавательных людей. Здесь ключевые слова «вовлекать» и «материровать». Это тоже невозможно сделать, если не будет любым проговариваться. Нам много бывает в школе. Я вижу, что, ну скажем так, сейчас учебные, федеральные государственные стандарты, они позволяют очень много времени уделять на, скажем так, организовывать настоятельную работу обучающихся. Вы учителя этим активно пользуются. С одной стороны, это, конечно, здорово, научиться ребенка самому работать, но с другой стороны, все-таки процесс обучения – это процесс общения. И если мы с вами это исключим, то мы не сможем ни обеспечить внимание, ни переживание, ни усвоение материала. Итак, в основе всех наших с вами умений, компетентов, а также применения знаний, всевозможных, лежат физиологические особенности. Смотрите, пожалуйста. Я думаю, что вы прекрасно знаете об этом, что у нас есть у вас левое и правое полушарие. И левое полушарие у нас отвечает за логику, и там же расположен личный центр. А правое полушарие, получается, отвечает у нас за эмоцию, за эмоции, за интуицию, ну и за все творческие наши с вами способности. Так вот, на специализации этих самых полушарий, от специализации зависят некоторые закономерности общения, не только педагогического, но и любого. Сейчас мы с вами поговорим о законах общения, которые действуют, и педагогическая наша с вами коммуникация, ситуация педагогического общения, которой, конечно, нужен учителям. Если вы хотите посмотреть полный перечень этих законов, он очень интересный, неплохой, то это представлено в литературе, на самом деле, вот, обрамочные термины в книжках, у него там все расписано. Но мы с вами не будем, конечно, все подробно смотреть, а только несколько законов общения, которые нужно учитывать при подготовке лично. Итак, вот эти несколько законов. Первый закон, который мы все с вами прогнозируемо нарушаем, это закон возрастающего нетерпения слушателей. В чем он состоит? Он состоит в том, что чем дольше дается речь, тем больше и возрастает, и сильнее возрастает на системе слушателей. В литературе есть статистику, установленные каким-то образом экспериментально. Это первые 10 минут выступления воспринимается как 10 минут, вторые 10 как 20, а третьи 10 уже как 30. Таким образом, полчасовая речь воспринимается как часовая, 60 минут, и слушательность очень сильно устоит. Вот и все. И в этом смысле наш с вами стандартный урок 40 минут, 45 минут, пара, полтора часа, которые мы читаем в вузах, полностью противоречит соблюдению вот этого самого закона. И нам с вами очень трудно преодолеть инерцию этого закона. Чтобы преодолеть этот негативный фон, который создается благодаря этому закону, нам нужно так построить свою речь, чтобы это было интересно на каждой негативности. Закон доверия к простым словам. Очень простой закон. Чем проще вы говорите, тем понятнее слушательнее. Простые фразы, простые слова вызывают больше доверия, и речь будет эффективной. Нет соблюдения этого закона. Может принести вам как вред, так и пользу. Смотря чего вы хотите дать. Если вы хотите выступить так, чтобы никто не задал вам вопросов, вы можете свое выступление построить, основываясь на длинных конструкциях, сложных словах, с использованием многочисленной терминологии. И тогда слушатели, задавленные этим самим изобилием сложных слов, заимствованным слов, они просто и смогут вам задать вопрос, потому что не поймут, о чем вы говорили. Таким образом, ваше выступление не принесет вам, скажем так, вреда, да? Но если вы хотите, чтобы люди вас поняли, люди с вами, дети или родители, поговорили и пообщались, выступление нам очень просто. Вы знаете, как, ну, Милу нам очень нравится, Винни-Пух говорит, знаешь, товар, ты, говорит, не произноси таких длинных слов, потому что, не забывай, у меня в голове опилки длинные слова мне только расстраиваются. Вот мы все в этом смысле немножко линей-пухе, потому что, когда мы говорим об пустом выступлении, то надо помнить, что у человека объем оперативной памяти составляет всего 3 плюс минимума слова. То есть максимум длины предложения – это 5 плюс. Все остальное, как шелуха остыдится, и человек, ваш слушатель, ребенок или взрослый, ребенок оперативной памяти еще меньше, он просто вас не услышит, не поймет. Всем знакома эта ситуация, когда ребенок приходит домой, говорит, а я там забыл, не услышал, не знал, да, что я там, что-то задано на дом, или что там сказал учитель. А мама кричит, а чем же ты слушал, ты же был на уроке. А это вот, это результат как раз на соблюдении этого самого простого, не в учете простого, а вот этого правила об объеме оперативной памяти ребенка. Очень хорошо это знает вчителя русского языка, который диктует предложения по словам, по кусочкам. Знаешь, что если ты продиктуешь кусочек побольше, ты ученики, соответственно, нет... Что ученики, соответственно, не напишут диктант хорошо. Следующий закон, это закон модификации нестандартного коммуникативного поведения. Что это такое? Это означает, что один человек, когда он слушает собеседника, а собеседник в это время нарушает какие-то нормы коммуникативного поведения, то слушатель или второй участник беседы испытывает непреодолимое желание его исправить. О чем речь? Ну, например, да, если вы в своем выступлении ставите неправильное ударение и говорите вместо табуретка «тубаретка», то слушатели будут испытывать очень большое желание вас исправить. И они больше ничего не услышат. Только вот эту самую табуретку. И, собственно, опытом могу сказать, что я как-то была на родительском собрании, где учительница, очень хорошая, прекрасная учительница младших классов, рассказывала родителям о том, как важно горячее питание в жизни ребенка. И она использовала слово «блюда». Первые блюда, вторые блюда, горячие блюда. Вот кроме блюда, многие родители из этого выступления, к сожалению, ничего не запомнили. Потому что сработал вот этот самый закон. Следующий закон – это тоже закон, который участвует при подготовке к публичному выступлению. Закон падения уровня интеллекта аудитории с увеличением ее размера. Что это значит? Это значит, что чем больше аудитория, тем проще должно быть выступление. Это так называемый эффект толпы. Если люди находятся в толпе, они хуже начинают соображать, то есть работать начинает превалировать, доминировать, начинает правое эмоциональное полушарие. Подавляется логика, и, соответственно, люди начинают хуже соображать, хуже воспринимают аргументацию, длинные предложения. Но зато, если перед вами большая аудитория, надо этот момент учитывать и использовать простые фразы, короткие, достаточно простой юмор, опираться на простые истины, пословицы, поговорки, общеизвестные какие-то представления и понятия. Использовать короткие лозунги и таким лозунгами заканчивать свое выступление. Есть даже такой текст у исследователя законов общения, Таранова. Он говорит, что если вы готовились к выступлению в парламенте, то ваша речь должна быть понятна 17-летнему юноше. Если перед вами аудитория в 2000 человек, то, следовательно, ваша речь ориентируетесь на 10-12 лет. Ну а если вы поступаете по телевизору перед многомиллионной аудиторией, то ваша речь должна быть понятна выпускнику детского сада. Ну вот то, что мы видим сейчас на телевидении, по-видимому полностью соответствует этим рекомендациям. К сожалению. Следующий закон. Закон первичного отторжения новой идеи. Будьте готовы к тому, что если вы выступаете с чем-то новым, это новая идея, неважно, исходит ли она от вас, или вы транслируете, не знаю, там, очередное новшество, исходящее от Министерства образования или вашего районного отдела образования. В любом случае это новшество будет востребовано в штуке. Хорошее оно или плохое – это не имеет значения. Опять же, ситуация очень простая. Правое полушарие отвечает, оно принимает новую информацию и отвечает за эмоциональное спокойствие. Любая нестандартная информация, любая нестандартная идея способна это, если это наше с вами эмоциональное спокойствие, нарушить. Поэтому идея новая отторгается. Люди должны с ним переспать. То есть какое-то время должно пройти, чтобы они освоили и уже спокойно могли рационально рассуждать на эти темы. Закон «Отторжение публичной критики». Очень важный закон, который в школе, в ВУЗе, да и в любой деловой обстановке нужно учитывать при публичном выступлении. У нас принято публично ругать, неважно кого, сотрудников, детей, иногда родителей. Так бывает. Я присутствую в таких собраниях, где учитель отчитывает родителей, например. В чем проблема? Проблема очень простая. Давным-давно уже американцы, которые активно изучают общение в группах, пришли к выводу, что в результате публичной критики, в результате публичной критики только 10% критикуемых начинают работать лучше, 10% работ начинают хуже, а остальные 80% как работали, так и работают. Поведение их не меняется, только единственное, они начинают испытывать раздражение по отношению к тому, кто эту самую критику высказал. Вывод. Какой смысл ругать публично, порицать публично, если критика не достигает своей цели? То есть ругать нужно наедине. Ну и следующий закон, он похож немножко. Это закон отклонения публичной критики. Цель любой публичной критики в чем заключается? В том, чтобы покритиковать человека так, чтобы было другим неповадно, чтобы другие на этом примере поняли, в чем их недостатки, и их исправили. Но проблема в том, что те, кто слушают в этот момент, те, кто являются свидетелями такой публичной критики, как правило, практически в 100% случаев вот эту публичную критику от себя отводят, считая, что у них совсем другое дело. Ну вот, к сожалению, так. Именно поэтому не достигают цели программы, которые показывают злодеев, да, у нас с вами очень много, типа дежурной части, прочее, которые показывают злодеев, которые там совершили преступление. И, несмотря на то, что это вроде как вновидание нам показывают, но все остальные, те, кто смотрят, думают же, о, какой, ха-ха-ха, неумный человек, я бы так бы не делал никогда. И такую вот критику публичную они от себя отводят, к сожалению. Поэтому тоже совершенно бессмысленное занятие. Елена Николаевна, Елена Павловна, у нас звук немножко скачет. Давайте попробуем действительно отключить видео, оставить один звук, потому что сложно воспринимать. Хорошо. Угу. То есть презентация тоже видно не будет? Будет, будет. Только ваше изображение пропадет. Отлично, прекрасно, очень хорошо. Итак, продолжаем. Но, тем не менее, мы с вами находимся в этой ситуации публичного общения. Нам с вами говорить, и мы все оказываемся с вами в той ситуации, когда вдруг... Елена Павловна, это вы должны сделать на вашем компьютере. Так, я хочу остановить. Наверху есть три кнопочки, две из них у вас сейчас красные. Да. А вот та кнопочка центральная, которая с изображением камеры, ее отожмите, чтобы она стала зеленой. Да, вот так. Хорошо. Все? Продолжаем. Да. Итак, мы все с вами оказываемся к счастью или к сожалению в ситуации, когда вдруг нам вечером говорят, а вы выступаете завтра, или надо выступить, пойти там на совещание, на собрание, и выступить вот по такой-то теме. Мы с вами, бывает, что попадаем сразу в стрессовую ситуацию, попадаем в стрессовую ситуацию, потому что вот этот самый неожиданный момент, эффект неожиданности, иногда мы не знаем, о чем говорить, иногда мы знаем только тему, и совершенно не представляем, что же там должно быть внутри, и что же делать. Вот давайте мы посмотрим самого общего характера рекомендации, которые в этой ситуации можно применить. Итак, эскиз публичного выступления. Нам нужно выступить, мы делаем с вами эскиз. Сейчас в нашей нынешней коммуникативной реальности не принято говорить, к счастью, по бумажке, но тем не менее, эта традиция еще сохраняется. Что же делать? Давайте мы с вами все выступление писать не будем. Но первое, что нужно делать, как мы уже говорили, в соответствии с целью выступления, ее выступление, я целя, да? Значит, мы должны определить цели. Какие могут быть цели? Цель у нас с вами бывает общая, то есть что мы хотим? Информировать людей, увидеть их в чем-то, активизировать внимание, их просто привлечь внимание к чему-то, да? Стимулировать какой-то деятельности или развлечение. Такая цель тоже может быть, скажем, если у нас с вами вдруг неожиданно нам пришлось с вами говорить тост. Может же такое быть, да? Значит, главное определиться с самим темой, целью. Общая цель и конкретная. О чем будем говорить? Ну, с темой определились, что мы делаем дальше? А дальше мы должны все-таки с вами написать. Введение, заключение и переходы между частями. Сами части можно не писать, но вот эти вещи записать надо. То есть, что мы используем в качестве введения, с чего мы начнем. Это самое главное. Как уже говорят, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Поэтому, очень важно введение, заключение, чем вы будете заканчивать, и переходы между частями смысловыми. Тоже надо понять, что как это делать. Что можно, чем можно начать публичное выступление? Введение. Ну, с чего начинаем? Нужно расположить слушателей. Слушатели не всегда бывают, так сказать, расположены нас слушать с вами, но бывают ситуации, когда слушатели в штыки воспринимают вообще все, что мы с вами говорим. Это очень часто бывает на родительских собраниях общего характера, да, как-то вот общешкольные родительские собрания или коллеги собираются на какие-то советы, да, тоже, а вы им должны преподнести что-то, что они здесь делают еще должны. Понятно, что они нас не будут рады нас слышать, да, но тем не менее мы должны это сделать. Если у нас пассивная аудитория, тем хуже. Это даже хуже, чем если аудитория настроена скептически к нам, потому что раскачать пассивную аудиторию сложнее, чем переубедить негативно настроенную. Что для этого используем? С чего начинаем? Можно с цитаты, можно подходящий по теме с шутки, можно использовать похвалу, комплименты, в адрес аудитории. Как говорил Глеб Жеглов в незабвенном фильме «Место встречи изменить нельзя», как у Шарапова спрашивают, слушай, Глеб, а почему тебе все рассказывают? А Жеглов говорит, а это потому, что ты не знаешь трех правил Глеба Жеглова. Говоря с людьми, всегда улыбайся, люди это любят. То есть расположение слушателей, располагать их нужно к себе. Заинтересованные слушатели, как можно заинтересовать в том, что вы собираетесь сообщить? Ну, можно связать тему речи с личными интересами. Все, других вариантов нет. Других вариантов нет. Тема, конечно, должна быть озвучена и ориентация в речи, особенно если эта речь информативная, когда вы что-то сообщаете и она у вас длинная, нужно объяснить, где мы, на чем вы начнете и чем закончите, как долго она будет продолжаться примерно, хотя бы. Переходы от одного тематического блока к другому, как осуществляется. здесь можно использовать какие-то общие сентенции, общие места. Это можно использовать в этом месте. Примеры, иллюстративный какой-то материал, статистику и вопросы, конечно. Между частями используем вопросы для введения в новой темы. Ну, и заключение. В заключении что мы делаем? Мы озвучиваем вывод, надо помнить, да, о чем мы говорили, и поглаживаем слушателей. Мы говорим вам о том, какие они замечательные. Ведь они же нас слушали с вами столько времени, они даже не играли в телефон. Это же просто прекрасно, как из-за этого не похвалить. Ну, и третье, что здесь делается, это порядок развития речи с учетом фактора адресата. Дедуктивный или индуктивный. То есть, это расположение частей речи. Ну, да, что любая речь у нас с вами строится по логическому принципу развертывания, если мы ее готовили заранее. Если мы не готовили заранее, это может быть ассоциативное развитие, да, что в голову пришло, как писал Пастернак, телега беседы несла туда, куда они сами не хотели. Так бывает, что ассоциативное развитие речи происходит. Но если мы выступление готовим заранее, а мы говорим о подготовке заранее, то у нас с вами обязательно логическое развертывание. А что такое логическое развертывание? Это наличие тезиса и, соответственно, некоторой аргументации, неважно какой, будет ли это эмоциональные аргументы, будут ли это логические аргументы, но некая аргументация в защиту тезиса должна быть. Как это может быть расположено? Можно использовать дедуктивный порядок, то есть сначала располагаются аргументы в речи от самого простого, самого слабенького к самому сильному и заканчивается это все выводом, тезисом. Так действует тогда, когда аудитория готова слушать. То есть люди пришли заинтересованные, они хотят слушать. Вот в этом случае дедуктивный порядок вполне себя оправдывает. Если пришли люди, которые слушают не готовы, инертные слушатели, а то и скептически настроенные, то лучше использовать другой порядок расположения своего материала. Индуктивный от частного к общему, то есть к тезису. Что это значит? Это значит, что вы начинаете с общим выводом и располагаете свои аргументы. Кстати говоря, при расположении частей в речи в речи необходимо учитывать конечно и состав аудитории возрастной ясное дело, гендерный, потому что если у вас аудитория состоит из преимущественно женщин, женской аудитории, то в ней предпочтительнее использовать индуктивный метод, то есть тезисами завершать свою индуктивный и использовать конкретные примеры как можно больше, потому что у женщин воспринимается материал, в женской аудитории воспринимается материал, тот лучше, который снабжен конкретными четкими примерами. У мужчин в аудитории преимущественно мужской лучше использовать, можно использовать вернее отвлеченные рассуждения, статистику, цифры и логические аргументы. У женщин преимущественно эмоциональные. Как мы изобретаем содержание? Это на тот случай, если у нас с вами не знаем, что сказать, есть тема, а мы не знаем, что сказать. То есть мы должны с вами содержание нашего выступления придумать. Понятно, сейчас у нас есть прекрасный друг интернет. Мы можем туда заглянуть с вами, что мы делаем, как правило, это такой кладезь знаний, такой кладезь сведений, переоценить, который невозможно. Однако мы прекрасно с вами знаем, что если заглянуть в этот самый интернет, то мы можем там набрать в общем довольно странные сведения. Либо их будет слишком много, и мы не будем понимать, как с ними справляться с этими сведениями, с этим изобилием, либо напротив их будет слишком мало, это будет повторение одного и того же. Тогда что делать? Ну, тогда надо изобретать. Как изобретать? Ничего нового не придумываем, обращаемся к классическим риторическим приемам. Итак, первый способ это использование общих мест, то есть топика. Что такое топика? Топика это темы, это то, что слово топика происходит от греческого топос, место. Общее место это как раз такие общие темы. Что это такое? Это смысловые модели, которые можно использовать при организации материала. Прежде всего это род и лиц, определение, целая часть свойства сопоставления причинительствия обстоятельств примеров свидетельств и имя. То есть каждый раз, когда вы начинаете составлять свое выступление, можно использовать или одну модель, или чередовать разные модели, как раз это и будут такие микротены, между которыми вы потом сможете поставить свои переходы, вопросы, какие-то примеры, какие-то анекдоты вставить. Это как раз то, что поможет вам организовать материал. Ну, например, тот же самый Аристотель у нас рассуждал по поводу того, что такое человек, и он говорил так, что человек, ну, как вот его отличить от всего остального, как дать определение? Он сказал, что человек это двумогое существо без перья. Он использовал вот этот вот топик рот и вид, когда он взял общее понятие о том, что такое существо и дал разновидность, что мы не просто существо, мы двумогое, а еще и без перьей. очень хорош топ, например, сопоставления, да, если мы с вами строим какое-то выступление, то топ сопоставления или противопоставления очень хорош в том смысле, что можно сопоставить то, что сейчас и то, что было, или то, что сейчас и то, что будет, планируется, да, ну и причина следствия это, конечно, объяснительный топ, да, используется в типе речи объяснения, мы с вами все владеем этими этими топиками. Другое дело, еще раз говорить, что их можно использовать как модель для построения отдельных частей выступления. Второй способ это размножение идей. Термин Ломоносова Михаил Васильевич, который, как известно, написал свою классическую риторику, основываясь на Аристотелевской, вот, и, конечно, это одна из лучших риторик, на самом деле, в русскослове. Что он предлагал? Он говорил, что для того, чтобы составить выступление, нужно учитывать потенциал, скажем, да, размножения идей. Как размножить идеи? Он говорил так, нужно взять термин сегодняшней темы. Вот мы давайте с вами возьмем термин сегодняшней темы. Это у нас разработка публичного выступления педагога. И посмотреть, что за каждым термином этого самого выступления стоит. Разработка предполагает подготовку и знание неких общих закономерностей, мы о них поговорили. Далее, разработка публичного. публичного. Это то, которое не один на один, а с публикой, да, и значит, мы здесь должны говорить о том, что учитывается фактор адресата, да, мы тоже об этом говорим с вами, фактор адресата. Далее, выступление. Это вот как раз содержание непосредственно, да, выступление то, о чем мы будем говорить. И педагога, это значит, что мы должны обязательно поговорить с вами еще и о том, какая специфика, какова специфика, да, нашего педагогического общения. Чем отличается педагогическое выступление от любого другого? А оно, сбегая вперед, скажу, что оно у нас с вами отличается тем, что педагог это всегда учитель, он всегда учит. Поэтому наше с вами выступление, оно всегда имеет дидактическую направленность. Это вот, что касается терминов темы. А вот поколение идей это то, что нам позволяет равножать идеи. То есть, если мы посмотрели с вами на тему, разобрались, что означает каждое слово конкретно в теме, мы смотрим потом, что нам это слово за собой потянет. Вот каждый термин темы, он же может за собой потянуть еще и ассоциация или определенный клан знаний, который мы можем извлечь из того же интернет, да, и вот тогда мы это все и берем, у нас получается уже второе поколение идей, потом эти идеи или новые термины, новые слова нам дадут с вами третье поколение, ну, больше трех поколений, как говорил Ломоносок и как советуют современные ритеры, больше трех поколений, ну, неэффективно, это уже слишком много идей и слишком много проблем, когда тема расплывается и становится неконкретной, и трудно проследить уже тезис основной, да, и еще Ломоносок говорил о том, что идеи могут быть полезные и неполезные, то есть вот это то, что мы с вами найдем, то, что у нас размножилось, мы должны будем еще и отфильтровать, оставлять или не оставлять эту информацию. Ну, и третий очень похожий вариант изобретения содержания это схема куста, наличие центрального понятия и отсечения лишнего, что делается, берем понятие, о котором собираемся говорить, рисуем его в серединку листа и делаем схему радиальную, например, я взяла пример такой филологический, поскольку большие тексты какие-то здесь мы с вами не сможем разобрать, но известный текст Марина Цветаевой, посвященный блоку, она описывает в своем стихотворении имя, да, отталкивается от имени, вот она берет имя, использует, кстати говоря, топ, вот мы с вами смотрели выше, да, топ, имя и дает ему всевозможные характеристики у этого имени свойства, приписывает этому имени свойства, значит, здесь использованы всего два топа, это топ имя и топ свойства, и посмотрите, что получается, имя твое, птица в руке, имя твое, любимка в языке, имя, одно единственное движение, лук, имя твое, пять букв, мячик пойманый на лету, серебряный глубинец во рту, камень пинутый тихий рот схлипнет так, как тебя зовут, в легком щелконе ночных копыт громкой имя твое ну и так далее, да, что получается, автор берет имя и отталкивается от его внешней формы, она берет артикуляцию, вкус, вкусовые ощущения, льстинка на языке и артикуляцию движения губ, да, она берет визуальный образ, птица, мячик, губинец, камень и аудиальный, то есть то, как звучит это имя, да, громкое имя звучит, звонко щелкающий, схлипнет, и последнее, скажем, последний куст, ветка, это эмоция, платоническая любовь, которую используют, используют лирическое героиня стихотворения по отношению к объекту речи, имя твой ах нельзя, имя твой глазок, ну и так далее, то есть это вот как раз такой простой пример использования схемы куста, задача вас, как садовника, отрезать лишние ветки, которые мешают восприятию темы, и так, изобрели содержание, приходим в аудиторию, что мы делаем, самое главное, это завладеть вниманием слушателей и удержать его, как, ну, если вы приходите, я в школе работала, я работаю в УЗИ, иногда бывает трудно, мы с вами прекрасно знаем, что приходишь, и бывает трудно, и они не смотрят, удержать, привлечь внимание только нестандартным поведением и внешним видом, в одежде должно быть одно яркое пятно, обязательно увеличено, но у мужчины громкий голос, это не надо, что мы делаем, как управляем вниманием, мы должны привлечь внимание, значит, мы используем уже имеющиеся интересы, если мы не обращаемся к слушателю, не затрагиваем то, что им интересно, слушать нас не будут, вот и все, создавайте новые интересы, да, вот от старых, если мы говорим, все-таки сообщаем какую-то новую информацию, от старых мы должны перейти к новым, сразу с новых мы начинаем, потому что это, вспоминаем закон о отторжении новой идеи, будет воспринято в штуке. Учитываем степень информированности, мы не можем всегда в нашем выступлении предлагать только новую информацию, мы должны опираться на старую, опять же, если только новая информация, слушатель отключается очень быстро. Контролируем темп речи, но это понятно, не очень быстро говорим и не очень медленно. Нынешние слушатели торопятся, времени мало, поэтому долго на слушатель не будет. И, конечно, обратная связь, мы должны похвалить слушателей, мы должны пошутить, мы должны рассказать анекдот. Тогда они нас будут слушать, тогда им это будет интересно. Похвала это самое главное, собеседника нужно укрупнять. как мы свою речь строим? Квантуем, разделяем ее на части. Как? Ну, конечно, по смыслу, да? И с учетом пульсации внимания. Вот мы с вами говорили уже, что объем оперативной памяти невелик у человека, но надо еще помнить о том, что существует пульсация внимания. 5-7 минут человек может слушать. Неважно, ребенок это или взрослый. Ну, ребенок быстрее устает, взрослый чуть подольше может слушать. Вот, соответственно, 5-7 минут что запоминается? А то, что расположено на границе. Запоминаются первые слова, то, что вы сказали, и запоминаются последние сентенции. Либо то, что вы произнесли, то, что вы выдали, то, та информация, которую вы выдали, на границах вот этих квантов. Что между границами? Вот, 5 минут прошло, можно рассказать о негде. Можно вспомнить какой-то случай. Вот, очень хорошо это показано в фильме «Место встречи» ой, извините, «17 мгновений весны», где Штилиц приходит, разговаривает с одним из эсэсовцев, да, и выходя просит у него таблетку от головной боли, таблетку аспирина от головной боли, и голос за кадром говорит, Штилиц знал, что запоминается последняя фраза. Вот это как раз эффект границы, запоминается последняя фраза. Зачем Штилиц приходил? таблетка от головной боли, таблетка от головной боли. Поддержание контакта с аудиторией, зрительный, голосовой. Говорим громко, вот вы сегодня уже сделали замечание, плохо слышно, да, значит, все это раздражает. Зрительный, смотрим на людей. Если перед вами аудитория, не сосредотачиваемся никогда на одном человеке. Глаза должны перемещаться с одного на другого, третьего, четвертого. Тогда у аудитории будет ощущение, что вы смотрите на каждого из них, но если вы сосредоточитесь только на одном, это очень плохо, так нельзя. И в то же время вы этого человека будете напрягать, создавать для него стрессовую ситуацию. И в то же время не смотреть на людей тоже нельзя. Необходим зрительный контакт. Ну и трет. Мы все понимаем, вот что бы мы ни говорили, сколько бы лет у нас не было опыта, сколько бы мы раз не входили в аудиторию, не выходили на кафедру, это всегда стрессовая ситуация. Всегда. И существуют признаки, которые выдают наличие стресса у человека. Кто-то научился уже контролировать себя, а кто-то даже и не знает, что эти признаки у него есть. Эти признаки легко устанавливаются, если посмотреть на себя со стороны. на видеозаписи, например, это повторяющееся движение. Скажем, у женщин трогают волосы, поправляют волосы, у девочек, если девочки, студентки, жуют волосы, надергивают юбку, мужчины поправляют галстук, трогают воротничок, рубашки, бренчат мелочью, крутят ключи на пальцы и так далее. Вот эти все признаки, я уже не говорю о физиологических признаках стресса, таких как покраснение, человек вспотел, судорожно вздыхает, это, конечно, все признаки стресса. Нам нужно что с вами сделать? Нам нужно с ними бороться. Во-первых, надо помнить, что когда мы выходим на публику, мы все-таки не корову проигрываем, да, это нормальный процесс общения. А во-вторых, способ, одним из способов борьбы вот с этими стрессовыми ситуациями является совершение каких-то ритмичных повторяющихся движений. Это может быть, например, возьмите ручку и можно ей постукивать, включать, выключать. Можно бумагу взять, трубочкой свернуть и тоже так же постукивать трубочкой по руке. То есть это вот такие ритмичные способы, ритмичные, вернее, повторяющиеся движения, которые помогают успокоиться. Естественно, очень помогает дыхательная гимнастика, о ней мы сегодня говорить не будем, к сожалению, но дыхательная гимнастика это уже до выступления хотя бы за 5-10 минут. И закончить мне хотелось бы от этого никуда не деться этическим аспектом публичного выступления. Мы с вами говорим много, встречаемся много с кем. И мы знаем с вами, и вы знаете прекрасно, часто оказываетесь в подобных ситуациях, которые связаны с тем, что в современном российском обществе, да, мы сейчас говорим о нас, да, о русскоязычном поле. Очень много агрессивного поведения, речевого агрессивного поведения, да, и вот задача нас с вами как педагога, это такое вот, ну скажем, дефектное общение, общение нездоровое, вернуть в рациональное русло, вернуть в рациональное русло, вернуть в русло гармоничного общения, хотя бы попытаться. Что для этого можно сделать? Можно использовать конформные речевые тактики и стратегии, то есть такие, которые направлены на достижение все-таки согласия, да, что это, приемчики, какие, ну например, законные минули, говорим с собеседниками, всегда называемых поименными стараемся почаще, особенно имяотчества, особенно со взрослыми, чем чаще произносите имя, тем больше успех в вашей коммуникации. Укрупнение собеседника, что мы делаем? А мы должны для себя решить, что наши вот слушатели, наши собеседники все замечательные люди, и мы должны хвалить. А давайте комплименты. Пусть это будет преувеличением, но, но, оно все равно будет незначимым. Подмазывание аргументов, это тоже из этой области, что мы делаем? Ну например, мы с вами хотим что-то сообщить и говорят людям. Мы же с вами умные люди, да? Мы же все понимаем. Ну вот нам придется сделать вот так и так. Мягкое валение. Никогда не приказ, никогда не, ну если это, конечно, жанр такой, да, то приказка, а если мы говорим о обобщении, о публичном общении, то это мягкое валение. Это просьба, просьба или предложение, пожелание, высказанное в вопросительной форме. Вы не могли бы сделать то-то и то-то? Это лучше, чем мы не делаем то-то и то-то. И еще раз говорю, контроль проявления речевой агрессии. Да, мы в такой ситуации. Да, у нас очень сложные дети, очень сложные родители, очень сложные студенты. Они скептически настроены, они пытаются нас подводить, но нам нельзя срываться, нам нельзя выходить за рамки вот этого самого нашего с вами педагогического общения, педагогического выступления. Это может иметь правовые последствия. Вот я, к сожалению, к сожалению, попадаю иногда в ситуацию экспертирования подобных спорных текстов. Приходится выступать в этой роли. И в моей практике были случаи, когда ну вот проявление несоблюдения стилистических норм, несоблюдение элементарного такта приводило к таким вот серьезным последствиям для говорящего. Вот я вот вам выписала нормы, под которые попадают гражданский кодекс, это статья административное правонарушение 5.61 и уголовный кодекс статья 130, это оскорбление. В моей практике был случай, когда учитель она из лучших побуждений совершенно сказала, ну после того, как раздала работа ребятам, сказала, что у вас у всех там двойки, тройки и даже не надейтесь, я вам исправить не дам, а вот называть фамилию девочки, а вот там скажем, да, Света, у Свете поставлю пятерку, потому что у нее дислексия, а вас всем двойки, потому что вы бездельники и хотела как лучшее, девочку хотела поощрить, а получилось как всегда, родители девочки написали заявление и руководителю школы, и большестоящей инстанции о том, что их ребенка оскорбили, потому что девочка решила, что раз всем за двойки, а ей за такую же работу пятерка, то значит она какая-то дурочка, кроме того сказали, что у нее дислексия, хотя у нее этого диагноза на самом деле не было, учитель просто так решила, вот, и соответственно она пришла домой вся в слезах, стала плакать, сказала, что учитель назвала ее ненормально, ну пожалуйста, хотя на самом деле ничего сказано не было, но это нарушение такта, нарушение тактического поведения, и учительницу уволили, и другой случай, буквально вот только, что произошедшее совсем недавно, учительница в форме вопроса вроде бы сформулировала свое отношение, ну спросила, что дебилы детей, не выполнивших там домашнее задание в очередной раз, она сказала, вы что дебилы, ну, а дети у нас естественно зафиксировали все это на педагога, и кончилось опять же уволение педагога, то есть, я к чему это говорю, друзья мои, к тому, что от нас с вами зависит на самом деле от вас, как от тех, кто стоит на переднем фронте, работает на переднем фронте, зависит то, как наши дети будут общаться, какой риторический идеал мы с вами предложим, потому что в семьях в подавляющем большинстве риторический идеал совершенно другой, да, уважение, отсутствие агрессии, это не про наши семьи, к сожалению, про большинство наших семей, в которых дети работают, находятся, среда наша очень агрессивная, и на улице, и в общественных на заведениях, и дома, она не располагает гармоничному общению, и только учитель может помочь. Ну и, наконец, последний слайд, что почитать? Я здесь дала несколько книжек, которые, на мой взгляд, являются вполне практически применимыми, удобными и доступными. Большое спасибо за внимание, дорогие коллеги. Я была очень рада с вами сообществами. До свидания. Дорогие друзья, давайте поблагодарим Елену Павловну за замечательный вебинар. Я надеюсь, что с проблемой звука мы справились, и большую часть вебинара мы с вами посмотрели нормально. Кроме того, напоминаю, что вебинар будет в записи, и мы сможем с вами еще раз его посмотреть, если посчитаем нужным. Выше я дал ссылку на то, где можно получить сертификат. если быть точным, то приобрести его. Даю еще раз эту ссылку. Ну, вот, собственно, и все. Если нет вопросов... так, теперь меня не слышно. Так, Евгения Юрьевна говорит, что меня не слышно. Слышно, да? Ну, хорошо. Да, это у нас эхо. Елена Павловна, я прошу отключиться, потому что у нас идет сильное эхо. Да, вот, наверное, сейчас лучше меня слышно. Где можно скачать презентацию? Презентацию можно скачать в окошке ресурсы. Окно ресурсы включается в правом верхнем углу. Серая кнопка в виде папочки. Включите ее, пожалуйста, увидите окошко ресурсы и в нем нажмете на зеленую кнопочку рядом с названием файла и сможете скачать презентацию. Да, еще одна рекомендация. При приобретении сертификатов может так случиться, что временно нас очень много и все сразу перейдут на оплату сертификатов. Могут быть небольшие задержки в минуту-две не волнуйтесь. Вот, да, вот вижу уже Лариса Ивановна пишет не могу получить сертификат. Пожалуйста, просто зайдите через пять минут и все будет на месте. Просто заходите по этому же самому адресу после оплаты заходите по этому же самому адресу, еще раз находите свой сертификат и кнопочка оплатить превращается в кнопочку скачать. Вот и вся премудрость. Вот, пока еще у нас как можно оплатить. Так, об этом я сегодня говорил целый день. Хорошо, еще раз напомню, как это можно сделать. Одну минутку. У нас есть целая страница, которая посвящена тому, как это можно сделать. Вот она. И там есть две пошаговые инструкции одна за другой, каждая по четыре шага. Первое, как получить сертификат. Второе, конкретно еще подробнее, как оплатить за сертификат. Как прослушать само выступление. На нашем видеоканале в Ютьюбе появится оно завтра вечером, ну, поздно вечером, скажем так, скорее послезавтра. Информацию о нашем канале сейчас еще раз дам. Одну минутку. Скопирую ссылку и дам вам так, Ирина Геннадьевна, сейчас я поищу прямо не отходя от вебинара. Так, давайте я завершу запись, потому что это уже вебинара. Спасибо. 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 .